Уважаемые участники конгресса, позвольте вас приветствовать. И я хотела бы сказать несколько слов о конгрессе, который прошел вчера. О нем уже немножко было сказано. И меня диригировали для того, чтобы сказать, что мы поддержали в очередной раз закон образования для всех. Халил Николаевич Смолин о конгрессе, все ваши предложения. И также я бы хотела, ну вот несколько пунктов, а значит, которые мы считаем наиболее важными. Значит, участники конгресса практически все сказали о важности увеличения государственного финансирования образования и закрепления федерального законе образования в Российской Федерации положения о государственных гарантиях приоритетности образования и доли государственного финансирования 7% от ВВП. Мы считаем, что эту долю надо зафиксировать, когда не будет больше у нас проблем. Ее не сможет никто у нас уменьшить. Вот это первое вот такое очень важное наше решение. И еще участники выступили категорически против закона о контроле и ограничении просвещения. Это вот мы хотели бы вам передать. И еще, поскольку у нас сегодня, я очень рада, из министерства есть представитель, то вот вы говорили про воспитание. Могу я вам сразу конкретное предложение, которое вот мы считаем наиболее важным? Это вернуть бесплатную продленку в школу. Вы правда ведь? Вот если мы это воспитали, вот это самое главное. Вы знаете, вообще выделить федеральную статью бюджета на это? Вот это вот мы просим для нас с сентября, потому что у нас безнадзорность увеличилась, на количество преступлений среди детей и подростков увеличилось, поэтому мы очень просим вот этот вопрос вот быстро решить, да, к первому сентября. Если это возможно. До образования, пожалуйста. Вот это очень плохая традиция, что мы с вами пытаемся его коммерциализировать. И, пожалуйста, это тоже наша как раз безопасность. Дети должны не, ну как, не запугиваться о том, что их посадят в тюрьму, а быть под присмотром любящих их педагогов. Вот сегодня говорили, согласно со мной. И я вам так скажу, что любящих педагогов в нашей стране очень-очень много. Поэтому вот девиз нашего конгресса был «делать, что можешь с тем, что имеешь, там где-то есть». И еще известный закон физики, что чем больше действия, тем больше противодействия. И, да, вот видите, да, поэтому если сейчас идет такое насыщенное действие, то мы объединимся и будем противодействовать. И вот это вы видите, поэтому и абсолютно не революционным путем, а эволюционным. У нас много очень людей, которые готовы прикладывать усилия для того, чтобы наша страна развивалась. И вот им нравится такое выражение, они хотели нас похоронить, они не знали, что мы семена. Поэтому я думаю, что у нас все будет хорошо. И еще я хотела напомнить слова нашего заотечественника Константина Эдуардовича Циолковского. Он говорил, что если два из намышленника объединяют усилия, то силы действия взрастают в семь раз. Если три, то в семь в квадрате, то их в сорок девять раз. И далее в геометрической прогрессии. Поэтому, коллеги, давайте мы с вами решим, что для нас самое-самое главное, и объединим наши действия. Конгресс работников образования для этого и создан, для того, чтобы мы все объединились и смогли помогать вам, для того, чтобы те законы, которые вы предлагаете, очень замечательные законы. Я прошу просвещения, министра просвещения, чтобы и нас тоже приглашали. Настолько много хороших специалистов, которые, ну, конечно, хотелось бы получать зарплату, но вот мы здесь все бесплатно приехали для того, чтобы что-то в нашей стране изменилось в лучшие стороны. Я верю, что у нас будет все хорошо.